2020 запомнится белорусам не только как год борьбы с коронавирусом и выборами президента. Настоящими минстримами стали патриотические автопробеги. По всей стране прокатились красно-зеленые колонны авто. На минувших выходных автолюбители держали путь на восток, Минск-Осиповичи. Одной из остановок стал Бобруйский детский дом. Сейчас в детском доме 44 ребенка. Возраст от 3 до 18. Внимание, забота, любовь и, конечно, подарки. С таким багажом гости пожаловали к ребятам. Ради такого Деда Мороза Снегурочкой сменили сани на автомобиль. Появление главного зимнего волшебника вызвало бурю эмоций. Каждый хотел показать свои творческие таланты и, конечно, получить за это сладкое вознаграждение. С Новым годом, друзья! С Новым годом! С новым счастьем! С новой мечтой! Сегодня мы объединились с колонной из Могилева и колонной из Минска. Приехали поздравить детей с Новым годом. В субботней колонии порядка 25 машин. Каждый, кто применял сон на поездку в этот выходной день, ни капли об этом не пожалел. Дети умеют заряжать позитивом и добротой. Даже отсутствие ёлки не помешало новогоднему хороводу. С зимой и летом сонная, зелёная была! С зимой и летом сонная, зелёная была! Мне всё очень понравилось. Мы долго готовились к этому мероприятию, переживали очень сильно. Мероприятие очень великолепное. Спасибо вам огромное. Мы очень ждали, кстати, этого праздника. Все волновались, готовились. Настроение с наступающим всех поздравляли. Ну, позитив у нас. Хоровод хороводом, но главное ведь – это подарки. Привезли много всего. От сладостей до игрушек. Ребята разобрали всё мгновенно. Гости даже не успели оглянуться. В общем, все довольные и счастливые. У нас дети очень раскрепощённые. Они любят общаться. Такого нет, чтобы они боялись идти на контакт. Очень общительные. Поэтому, конечно же, мы всегда рады таким посещениям. Уже прощаясь, участники автопробега признались – смех и улыбки детей – самая высокая награда. Акция «Наши дети» продолжает свой путь. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.